Запрет телефонов в школах в или использовании на уроках. Там была принята инициатива. Как считаете, стоит детям запрещать пользоваться телефонами в школе? Во время уроков я думаю, что да. А вне урока? Почему нет? Связь с родителями. Мало ли вдруг что случится, встретить ребенка надо. У меня, к сожалению, пока что нет детей, но я думаю, что вот... Как я думаю? Ну, а скажите, вот решили еще вернуть уроки труда в школу? Очень здорово. Очень нужно. Потому что у детей пальцы по телефону только в последнее время заточены. Наверное, надо, чтобы они были под инструменты, под деревяшки, палки и под прочее. Как это было раньше? Да, как у нас. Я сейчас не замечаю машины. Когда пользуетесь телефоном? Уроки труда были в ваше время в школе? Да. Сейчас вот решили их и вернуть. Полезно? Нужно? Да. То есть одобряется? Да. Я многому научилась полезному. Ну, я сама преподаватель физики. Понимаете, если надо найти справочные данные, нужен телефон. Понимаете, и чтобы они умели это делать. Ну, тогда, значит, надо им писать на доске вот такие-то справочные данные. Вот в этом плане, да. А сидеть в игры, играть, это уже от преподавателя зависит. Ну, то есть запрет правильный. Запрет правильный, но вот так вот все. Держите свои телефоны у себя в рюкзаке, так? На уроки не вынимайте. В перемену, пожалуйста. И если что-то вот надо будет, а потом они же все домашние, это расписание, изменение расписания, и все фотографируют, никто не списывает. Так вот. Поэтому, как я вам скажу, и да, и нет. То есть это зависит, конечно, от преподавателей и от дирекции школы. Вот хорошо, конечно, когда дети уберут телефон на урок, и все, и не вытаскивают. Вот так. Возвращение уроков в труда, как это было? Обязательно. Обязательно. Они иголку не умеют. Они, так вы знаете, еще когда они были, парни не могут забить гвоздь. То есть я женщина, я беру молоток за краешек, и двумя ударами я сбиваю гвоздь. Они берут за самый вот кончик около этого, и тюк-тюк, и у них гвоздь кривой. Вот, пожалуйста. Вот, пожалуйста. Обязательно. И шить, и вязать. И я всему научилась в школе. Конечно, положительно. Почему? Ну, любой гаджет мешает же учебному процессу. В чем помеха? А связь с родителями? Ну, связь с родителями. Если они в школе, школа отвечает, пока они в школе, правильно? Возвращение уроков труда. Прекрасно. В чем польза? Польза? Пусть учатся, работать руками. У нас был труд. Мальчики что-то строгали, табуреточки. Девочки кашеварили. А потом мальчики все это кушали. Лично у нас так было, и я думаю. Ну, еще вот, хорошо бы сделали уборка класса, как у нас раньше было. Я тоже думаю, что не помешало. Запретили сотовые телефоны на уроки в школе? Вот как относится? У меня уже вырос ребенок, поэтому я бы согласилась. А уроки труда вернуть в школу? Обязательно. Ну, что значит, не пользуюсь. Не брали с собой вообще телефон? Не доставали во время перемен, не играли. Но я знаю, у меня есть сын. И для нас тема смартфонов очень так остро стоит. Я против, я не хотела бы. Можно выйти здесь полчаса дома, поиграться, пожалуйста. Но если мы говорим про школу, это мам, я дошел. Мам, я выхожу, мам, я дома. Мне кажется, что... Ну да, ничего критического в этом нет. Мы же в школу приходим. У нас в университете не разрешали, я вас умоляю, да, что это убрали. И мы были взрослыми, нам не разрешали. Наши педагоги, и ничего в этом критичного я не вижу. Возвращаются уроки труда теперь в школах. Вот как вы считаете, нужно, полезная инициатива? Нужно. Я сама училась в Москве. В свое время у нас были труды. Девочки пекли торты. Мальчики занимались резьбой. Потом мальчики приходили к нам, мы накрывали им на стол. Это очень теплое у меня воспоминание. Мне кажется, это в целом неправильно. Инициатива о запрете сотовых телефонах на уроках в школе. Вы как считаете, правильно? Плюсы, минусы какие? Правильно считаю. Чем мешает телефон в школе? Дети, да, пользуются телефоном сейчас. Ну, с первого класса, другого, наверное, гаджеты разные. Вот чем это, наверное, мешает? Отвлекаются дети. Не слушают учителя. Возвращение уроков труда. Вот решили вернуть наш со следующего учебного года. Положительная эта инициатива? Я считаю, что положительная, да. Что вспомните из своего школьного опыта? Где ли у вас труд? У меня был труд, да. Мы шили на уроках, готовили девочки, мальчики столярному делу и поучились. Ну, считаю, что и девочек надо учить каким-то работам элементарным. Как подсоединить проводок в случае, если пробки выбило? Правильно. Почему? Чем мешает? Вот дети привыкли пользоваться первого класса сотовым телефоном. Что хорошее? Ну, во-первых, отвлекает. Самого ученика и учителя тоже самое. В телефоне можно посидеть дома. Решили вернуть уроки труда. Ой, это вообще хорошо. К этому отношусь положительно. Сами учились? Я считаю, это неправильно. Почему? Да поздно уже запрещать телефоны. Уже так в обеихот вошли, что это ни к чему не приведет. Все равно будут пользоваться. Так что... Просто будут искать лазейки, как ими пользоваться. Гугли от парты, где-то еще. Ну, да, как и было раньше. Предложено вернуть уроки труда. Были ли у вас в школе труды, так называемые? Да, были. Мы даже не знали, что их отменили. Ну, в общем-то, где-то, видимо, их нет. У вас какие-то воспоминания есть положительные? Конечно. Что там научили делать? Работать с металлом, с деревом. Да, в принципе, наверное, и все. Основная, да. Да, основная. Что, о чем мы знали? Ну, я отношусь к этому нейтрально, поскольку я школу закончила. И мне как-то телефон не мешал. ЕГЭ сдала на отлично. Возвращение уроков труда. Ой, знаете, у меня с девятого класса труда не было. Я считаю то, что это нецелесообразно. Поскольку, ну, труд можно и дома привить себе. То есть зависит уже от человека? Да. Это зависит, скорее всего, от человека, нежели от предмета. Продолжение следует...